Интернет-канал Новороссии, подразделение легендарного Моторолова. Вот лицо нашего славного бойца Бармена. Вы его прекрасно знаете по фотографиям и видеоотчетам. Супер-боец, снайпер, автоматчик, пулеметчик, гранатометчик. В общем, универсальный солдат Моторолова. Так случилось, что брат наш ранен был несколько позже, в тот день, когда мы были на задании. Он снова вернулся на место с бойцами. Как это было сейчас, расскажет. Брат Барман, ну расскажи, что произошло, как тебя угораздило. Батни Синов, когда БМП-шку увидели, хотели снять все из-за подвижки и не сняли. Потом в следующий раз приехали стрелять, но эти работы по ней с ЭГС. И они нас заметили. И тридцатками разрывными. Мои друзья говорят, что это был француз. Разрывными. Сначала полетели трассеразы, трассерами уже полетела тридцатка. С одной рядом находился мотор, естественно. Тополь, желтый, тополь желтый. Витаяли у меня мотор. Машину быстренько нашел, чтобы меня. И вот как бы с последнего меня сюда быстренько привелокли. Так у группы, вместо того, чтобы закидали у нас тридцатки, мне еще и мины между накидывали сверху. По заводу действующему. А этот завод поставляет воду на Донецк, на Хаджонково и на остальные города. В Ясиновке, я не помню, как это называется. Или фильтровальные, или как-то так вот. И все-таки мы взяли у этого, где была БМПшка, мы взяли эту, как, высота это называется, да, так можно сказать. Она вся была настолько заминирована, что там этот заводчатку хотела бы разнести, наверное, все Хаджонково. Вот настолько злые люди, эти укроп. Куда тебя ранил это? Позвоночник. Вот, ранил. Ходи пока не могу. Ну, так-то я рад, что 50-50. 50 на 50. Мы попросим молитву наших братьев и сестер, чтобы брат... Да, я молю за это. Я думал, что все будет хорошо. Я знаю, ты у нас умничка. Отличать некоторых язычников. Так, что тебе еще, что еще хотел сказать? После того... Кстати, я можно перебью? Да, да, конечно. Я слышал, что было перемирие. Человеками проходил вдруг, сказал, там выезжает на Канад Суда Зей, Донецке. Постреляет, он лежит человек грязно со мной. Не засоврай. Вот, выезжаю, да. Пострелял наших, взять друг друга. А приказать, что-то за перемирие ему понять? Какое-то странное перемирие у нас. То есть мы не стреляем по националистам, а они по националистам. По нацистам. По нацистам. Что-то за беспередел. Я не хочу только перемирие, а с ним... Тут твой брат на камеру не скажет по-русски? Нет, да я тебе это граждал, скажешь. А, понятно. Сейчас пару дней я заживу. Я вам про Васейки покажу, где раки занимают. Ему... Они тебя уже знают. Памперсы боевые. Я ловаюсь для вас, пока, за это был пушинка. Я вас, как бы, прах всех разнесу, сука. Кстати... Вчера вот только были ранены, 300-ые. Которые просто салили на блокпостойник. Ну, перемирие. Да, это у них такое перемирие. А они как улупили, сталкать укропных. Да, на других участках происходит тоже. Мне многие говорят о том, что укропы открывают огонь без предупреждения. В период перемирия. Это вот тот самый бармен, который сидел на крыше и увидел группу укров, последствия нами разбитых. Это он заметил и услышал слова «я их не бачу». Прибежал весь такой возбужденный и сказал «ну что, ребятки, будем мочить». Мы их запустили во двор и замочили. Так что, брат бармен, мы за тебя отомстим, а ты сам за себя отомстишь. А скоро будем вместе. Спасибо тебе. Выздоравливаю. Будем молиться за тебя. По поводу перемирия еще раз. Вот скажи, я беседую со всеми бойцами из нашего подразделения, из других, и все недоуменно пожимают плечами. Я считаю, никакого перемирия не надо. Надо брать, полностью освобождать нашу Новороссию, за всю нашу землю освобождать от всех фашистов и жить на своей земле. А вот один выходит тут и начинает то перемирие, то не перемирие. Это еще чепуха какая-то. То есть никакого особого статуса в составе некой Единой Украины без него не может? У меня нет, нет, нет. Но у нас все так считают, только независимое великое Новороссие. Да. Одна Новороссия страна. Мы начали бороться за свою землю, дойти до конца и никого не слушать. Нам никто не указ. Мы народ, мы, как сказать, это не сто. У нас подлинная народовласть. Решение должен принимать народ. Народ, да. И единая власть на народ. Все. А народ хочет Новороссию. Это точно сможет. Это все хотят. И даже то, что в Луганске, ой, в Луганске, это, Мариуполь Галич, это фигня. Вчера в интернете написали с Луганской девчонки. Помогите, спасите нас. Так что. Да мне и Запорожье пишут, и Задьеса. Когда же вы придете? Мотороловцы выручайте, освобождайте. Вот, вот. Так что все будет нормально. Спасибо. На свободе всех. Спасибо, брат. Выздоравливай.